Беседа Господа Иисуса Христа с Самарянкой Часть 2. Поклонение Отцу в Духе и Истине Первая часть беседы Господа Иисуса Христа с Самарянкой была посвящена вопросу воды живой. Христос, отталкиваясь от обстановки, в которой он встретил вышедшую из Сихема самарийскую женщину, попросил у нее пить, а потом, когда она заинтересовалась его вопросом, возвел ее представление и понимание от обычной воды, материальной, проточной, чистой, к понятию живой воды духовной, которую верующий, если принимает, пьет и спевает благодать Святого Духа, то не только насыщается, но и приобщается к жизни вечной. И Самарянка попросила у Господа, дай мне, Господи, такой воды. Но Христос желает открыть ей более высокие истины, потому что она интересуется религиозными вопросами и она готова об этом слышать. Поэтому, 16 стих, 4 глава Евангелия от Иоанна, Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и прийди сюда». Этими словами он хочет сказать, «Я имею нечто возвышенное, важное, что должна услышать не только ты, но и твой муж и твои единоплеменники». В 17 стих, «Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа». И Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа». В 18 стих, «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказал». Что же значит «было пять мужей»? Есть два основных понимания этого факта, выраженного Господом Иисусом Христом. Кто-то считает, что эти мужья, самарянки, умирали друг за другом, и поскольку самаряне признавали Пятикнижие Моисеева, а в Пятикнижии был закон о оливеранном браке, то есть если муж умирал, не оставив потомство, то брат его брал в жены эту женщину для того, чтобы восстановить семя, восстановить потомство. И вот первое толкование предполагает, что эти мужчины умирали, соответственно, все они были родственниками, и вот сейчас у нее просто какой-то другой любовник-сожитель, почему его и не называют мужем. Но в таком случае предполагается, что вот прямо пять братьев или там близких родственников один за другим умирали. Весьма маловероятно. Поэтому более убедительным, более логичным представляется второй подход к толкованию данного стиха. Закон Моисеев, Тора, позволили давать женщине развод. И вероятно, эта женщина вот так она была любвеобильная. Да, она разводилась с мужьями, вновь выходила замуж, опять не находила того, которого искала, разводилась и так далее. Но, как, например, у нас, вы знаете, в православной церкви, если человек разводится, да, это трагедия, это великое горе, но, тем не менее, он может второй раз жениться или женщина выйти замуж второй раз и даже будет венчать второй раз и даже третий раз. Но вот больше трех раз уже невозможно предложить человеку согласие на брак и благословить такой брак со стороны церкви. Соответственно, в разных человеческих сообществах, как в древности, так и сейчас, могли или могут существовать подобного рода ограничения, что брак только трижды или брак пять раз. Поэтому второй вариант толкования предполагает, что самаряне в сихеме считали, что можно не более пяти раз вступать в брак, все, шесто раз нельзя. Но эта женщина, она не может остановиться в своем поиске мужчины и поэтому уже тайно живет с каким-то мужчиной. Она не может всем объявить, что он ее муж. И получается, что в сихеме никто даже и не знает или, по крайней мере, мало кто знает, что у нее есть мужчина, любовник. И вдруг незнакомый еврей, которого она видит в первый раз, не только и говорит, что у тебя нет мужа, а у тебя есть мужчина, которого никто за мужа не признает, но и открывает ей, что у тебя уже было пять мужей. Тем самым показывая на то, что, видимо, является в ее жизни недостатком. Знаете, вот такой какой-то момент, связанный с некой неверностью, может быть, какой-то неустойчивостью в браке. И получается, что она слышит от незнакомого человека то, что он не может знать в принципе. Поэтому реагирует она адекватно. То есть она понимает, он указывает ей на какой-то недостаток в ее жизни. Но при этом он показывает, что он говорит об этом спокойно, он ее не обличает. 19 стих. Какой же вывод делает женщина? Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Она уже понимает, что перед ней не просто иудей, а некто больший, нежели иудей. Следует обсудить также, какой смысл она вкладывала в эти слова вижу, что ты пророк. Но, конечно, вот этим словом вижу, а там греческий термин, который именно означает видеть, я вижу. Вижу, это несомненно утверждают. Нет сомнений. Нисколько не сомневаюсь в том, что ты пророк. А вот пророк, это слово в древности, в библейские, ветхые, новые заветные времена, означало не совсем то, что сейчас означает в русском языке. Сейчас пророк это прорицатель, предсказатель будущего. А ветхина в Новом Завете пророк это человек, который возвещает волю Божью, народу Божию. Как о прошлом, так и о настоящем, так и о будущем. Поэтому, когда она говорит, что он пророк, она и хочет сказать, ты не только рассказал то, что со мной было, но указал на тот мой недостаток, который беспокоит и меня. Но ты сейчас увидишь, что не только это, не только плотская жизнь меня интересует. И посмотрите, какой интересный задает она сразу же после этого вопроса Господу Иисусу Христу. Она не спрашивает его, например, где закопан клад. То есть, если бы мы вдруг встретили пророка, наверное, у кого-то из нас появилось бы желание, хочу обогатиться, спрошу-ка я у него, как заработать денег, или как добиться мирского успеха, как стать большим начальником, или как стать властным человеком, добиться, чтобы было много власти и так далее. Не об этом спрашивает жена Самарийская. Она признает, да только что ты, как пророк, а ведь пророки обличали нечестие. Ты, как пророк, указал на мою слабую сторону, слабую черту, что у меня много было мужей и сейчас любовью. Но ты, как пророк, видишь сферу моих интересов. Она спрашивает, вопрос задает, который больше всего ее интересует. Где истинная вера? 20 стих. Отцы наши поклонялись на этой горе, и возможно, что Самарянка показывает на гору Горизим, где развалины Самарянского храма. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Конечно, за этим термином поклонялись стоит не только вопрос о богослужении. Где должно быть истинное богослужение? На горе Горизим или на горе Мариа в Иерусалиме, где в тот момент стоял Второй Иерусалимский храм? Но за этим вопросом стоит, а какая же вера истинная? Самарянская или еврейская? Получается, что несмотря на, скажем так, недостатки в своей жизни, женщина проявляет, показывает именно религиозное горение. И то, что дальше Господь ей откроет возвышенной истины о Боге, заставляет и нас с вами в общении с окружающими людьми быть очень осторожными, если мы замечаем недостатки в этих людях. Потому что недостатки есть в каждом из нас. Но у кого-то недостатки доминируют, никак не перекрываются добродетелями. А вот в случае с женой Самарянкой, да, у нее в душе шло борение. Но тем не менее, была очень важная черта, горение духа, интерес к вере, который она и проявляет при первой же возможности, встретив человека, которого пока что рассматривает как пророка, но уже больше, чем просто иудея. Как же отвечает ей Господь Иисус Христос? Вновь и вновь Христос отвечает ей не прямо, а выдавая определенные сведения, из которых она должна сама сделать вывод. 21 стих. Иисус говорит ей, Чуть позже, буквально в следующем стихе 22, он все-таки скажет, что иудейская вера более правильная, чем самарянская. Но эта большая правильность иудейской веры уже утрачивает свое значение. Иудейская ветхозаветная вера и самарянская вера упраздняются приходом Мессии, принесением им себя в крестную жертву и восстановлением общения людей с Богом. Поэтому Бога Господь и называет в этом 21 стихе Отец. Мы с вами знаем, что в молитве, которую Христос предложил ученикам по их просьбе, а молитва эта изложена, например, в Евангелии от Матфея в Нагорной пропаде, в 6 главе, и мы ее называем молитвой Господней или молитвой Отче наш, Христос нам предлагает обращаться к Богу как к Отцу, потому что теперь уже в эпоху Нового Завета, когда наши с вами грехи искуплены, когда мы очищены, когда восстановлено наше общение с Богом, Бог проявляет себя как заботливый, любящий Отец. Но надо сказать, что у иудеев того времени тоже уже бытовали такие представления. Они знали, что Бога надо бы мыслить как Отца. Это видно из чуть более поздних произведений мишнаитских, талмудических, где приписываемая раввинам именно эпохи Господа Иисуса Христа мысль гласит о том, что уже раввины, современники Иисуса, называли Бога Отцом. Как бы то ни было, насколько широко эта мысль была распространена в еврейском народе, мы не знаем, но возможно широко, потому что даже для жены Самарянской понятно, когда Иисус говорит Отец, она понимает, что речь идет о Боге, но именно о Боге, как милующим, заботящимся. И вот он говорит, что приходит время, когда не эта гора Горизим и не гора Мариа будут теми местами, где только и возможно поклонение Богу. А ведь заметьте, жертвы могли приноситься только в одном месте. Для евреев это Иерусалим, Мариа, для самарян, соответственно, Горизим. В других местах, конечно, бывали у иудеев богослужебные собрания, в синагогах, но это были собрания для молитвы, для чтения священного писания. И вот и Мариа, и Горизим утрачивают свое былое значение. 22 стих. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Сказав о том, что ее вопрос уже практически не имеет значения, как вопрос противопоставления иудейской и самарянской веры, потому что приходит новая вера. Он говорит, тем не менее, иудейская вера более правильная по сравнению с нашей верой иудеев. Вы не понимаете, чему кланяемся, кланяйтесь, а мы понимаем. Однако, все решает 23 стих, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе отец. 24 стих. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Итак, Христос открывает самарянки высочайшей истине о Боге. Первое, то, что Бог есть дух. А что значит дух? Это значит, что Бог нематериален, потому что мы с вами уже говорили о других толкованиях, что слово пневма по-гречески может означать и ветер, и дух, или дыхание. То же самое касается еврейского термина руах. Это или ветер, или дух дыхания. Поэтому дух, дыхание, ветер это указание образ чего-то нематериального, трудноуловимого, но того, что действует. Потому что ветер может дуть, может быть прохладным, приятным, но ветер может быть даже и сильным ураганом, мощным ветром. И тем не менее мы его своими физическими глазами не видим. И вот он хочет сказать самарянке, возьми, отталкивайся от ветра, этот образ ветра, духа, и ты поймешь, каков есть Бог. То есть Бог невидим, Бог нематериален, но Бог действует. Он дает дары своего святого духа, и об этом мы с тобой уже говорили. Но раз ты задаешь вопрос о том, как правильно поклоняться, то я тебе отвечаю, Бог есть дух, поэтому поклонение ему должно быть в духе и истине, и таковым будет правильное поклонение. Вот таких правильных поклонников ищет себе Отец. Что же значит поклоняться Богу в духе и истине? Почему если Бог есть дух, Христос не сказал, тогда и поклоняться ему нужно только в духе, зачем добавляет в истине? Очень важно помнить, какой смысл содержал этот термин алифия, истина в древнегреческом языке, как он связан с другими важными богословскими терминами Нового Завета. Почему это важно? Потому что есть истина алифия, а есть правда или праведность в декеосине. И у нас сегодня в русском языке эти термины синонимичны. Ты истинно говоришь? Да, я говорю правду. Мы так можем беседовать друг с другом. Но не так было в древнегреческом языке, не так в Евангелиях, не так в Новом Завете. Потому что истина алифия это именно теоретическая истина. Это изложение определенного учения, теория. В то время как применение этой теории на практике есть не что иное, как праведность в декеосине. То есть если я живу в соответствии со своими представлениями, я являюсь праведником. В этом отношении мы с вами должны констатировать, что как это ни парадоксально, мы можем в таком случае говорить не только о религиозных праведниках. Понятно, кто такой праведник в религиозном смысле. Это человек, который живет в соответствии с западними Божьими ведет себя именно так, живет так. Но даже если человек разделяет нерелигиозные убеждения и живет в соответствии с этими убеждениями, то он является праведником. Да, многим кажется, что пример Александра Матросова, который закрывает собой амбразуру вражескую для того, чтобы спасти своих друзей, не является правильным, тактичным, корректным с религиозной точки зрения, потому что, скорее всего, этот герой коммунистической эпохи не был человеком верующим. Но при этом он поступает в соответствии со своими, да, коммунистическими, нерелигиозными, но тем не менее воззрениями. И поэтому праведник и праведность в таком понимании могут быть не только христианскими, не только религиозными. И вот это очень важно. Жить в соответствии со своими убеждениями, в соответствии для верующих людей с заповедями Божьими. Очень простой пример. У нас с вами есть правила дорожного движения. И те, кто водит автомобиль, знают, насколько опасным бывает, если люди на дороге, исходя из разных причин, из разных соображений, кто-то просто новичок, не умеет еще хорошо ездить, а ведь есть такие, которые хотят бахвалиться, хотят показать, что я главный на дороге, дорога мне принадлежит, а вы все здесь вторичны, если не соблюдают правила дорожного движения. Едешь на автомобиле, так включи мигалку, покажи, что ты поворачиваешь налево или направо, потому что я сзади еду очень быстро, и вдруг ты начинаешь тормозить и поворачивать, хорошо, у меня тормоза хорошие, а так бы влетел в тебя. Если же показал бы поворотник, то да, конечно, избежали бы опасной ситуации. Ну и конечно, если вдруг кто-то захочет повернуть направо, а включит поворотник налево, это однозначно будет уже трагической ситуацией. Но точно так же человек, который декларирует одно, а живет иначе, вызывает у окружающих такую же негативную реакцию, как хулиган на дороге. Поэтому в дореволюционной России, когда вся страна вроде бы была православная, все знали именно истину, но все меньше и меньшее количество людей жили по заповедям божьим, столь востребована была правда в смысле праведности, в смысле жизни, в соответствии со своими убеждениями. Поэтому, как мы с вами знаем, дореволюции коммунисты и назвали свою газету «Правда». Да, они были людьми неверующими, но они говорили «У нас своя система ценностей и мы будем жить соответственно с этой системой ценностей». И как бы мы ни относились к Октябрьской революции, кто-то видит в ней переворот, кто-то Великую Октябрьскую статистическую революцию, как бы то ни было, но революция произошла. Вот эта потребность в правде, она очень у многих людей тогда проявлялась. Поэтому, конечно же, когда Христос говорит в духе и в истине, он указывает на следующее. Если просто будут религиозные искания, то есть молитва Богу, какие-то переживания, которые есть у каждого человека, без догматической системы, без истины, то это опасный путь в религии. Потому что если я что-то чувствую, что-то ощущаю, что-то представляю, но нет дополнительного внешнего подтверждения от Бога, от других людей, то такой субъективный подход может меня привести или в тупик, или даже не туда, куда нужно. Поэтому в религиозной жизни обязательно должна быть и вот эта мистическая таинственная сторона, и обязательно должна быть догматическая сторона. Мы должны научиться истине. Конечно, кроме истины должен быть еще и дух, потому что можно много пустословить на религиозные темы, но если не имеем духовного горения, это тоже не принесет пользы. Пусть люди видят добрые ваши дела и прославят Отца вашего небесного, говорит Господь Иисус Христос. Не сказал, пусть слышат ваши красивые богословские речи, но конкретные добрые дела. Здесь же в беседе с Самарянкой он подчеркивает, что вот ты, религиозный человек, интересуешься вопросами веры, но недостаточно только слушать себя свое сердце, нужно еще и истинное учение. 25 стих. Женщина говорит ему знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда он придет, то возвестит нам все. Слушая эти откровения о Боге, Господа Иисуса, женщина настолько ими впечатлилась, что подумала, а вообще говоря, вот это та тема, которую поднимет Мессия. Мы с вами говорили в первой части беседы Христа с Самарянкой о том, что один из пяти догматов Самарян был как раз догмат о том, что придет Мессия. И вот женщина подумала, наверное, Мессия будет об этом говорить более подробно, но Господь ей объясняет, 26 стих, это я, который говорю с тобой. Таким образом, открыв ей, Самарянской женщине, истину о Боге как Отце, который есть Дух и который ищет истинных поклонников Духи и Истине, Господь открывает истину и о себе, что Он и есть ожидаемый как евреями, так и самарянами Мессия. 27 стих. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Ученики доверяют своему учителю, они понимают, что беседа один на один в пустынном месте мужчины и женщины предусудительна с точки зрения раввинов, но они знают своего учителя и понимают, что эта беседа на пользу женщине и на пользу для всех. Ведь действительно, раз один на один беседовали Христос и самарянка, откуда узнал Иоанн Богослов о содержании беседы? Возможно, что, конечно, рассказала жена самарянская, поскольку, как мы увидим, самаряне пригласили Господа учеников побыть у них в Сихиме два дня, возможно, жена самарянская, но нельзя исключить, что и сам Господь впоследствии ученикам рассказал о содержании этой беседы. И так доверяют, поэтому не только его не упрекают, но даже и не спрашивают, полагаются на своего учителя. 28 стих. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, 29-й, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал. Не он ли Христос? И вот женщина самарянская под таким впечатлением, что ей открыто величайшей истины, и перед ней стоит тот, кто назвал себя Христом, даже воду оставляет, все свои житейские заботы отлагает для того, чтобы пойти к своим единоплеменникам и поделиться этой радостью. Ну, а как отреагировали жители Сихема, это вопрос третьей части беседы Господа Иисуса Христа с самарянкой. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси 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 Внеси